День с толком Паводка из-за таяния ледников в горах обрушилась на два Алтая в конце прошлой недели. От наводнения серьезно пострадала республика Алтай. Улицы, дома, участки, дороги частично ушли под воду. Спасателям пришлось даже эвакуировать людей из мест подтопления. Паводок добрался и до Алтайского края. Одни жители сейчас подсчитывают ущерб нанесенной стихии, другие только готовятся к встрече с большой водой. О масштабах и последствиях стихии расскажет моя коллега Валентина Аскерова. Еще недавно в Артыбаши можно было снимать ремейк блокбастера «Водный мир». Сердце Алтая озеро Телецкое вышло из берегов и затопило популярные туристические маршруты, дороги, придомовые территории. Глава Артыбаши Алексей Киршин сам помогал местным жителям возвращаться на Большую землю. Вот, глава меня вывозит. К концу этой недели ситуацию на Телецком удалось стабилизировать. Кризис миновал. К пятнице уровень воды в Телецком составил 502 сантиметра, что на 3 сантиметра ниже критического. Дорогу до Артыбаша отсыпали и открыли проезд. Администрация Артыбашского сельского поселения установила водомерный бон. Здесь, по сути, это линейка. И эту линейку я каждый день проверяю, смотрю за уровнем воды. Люди остаются позитивными. Вот у нас концерт играет на заднем фоне. И мы здесь не унываем. А что касается Улаганского района, то там потребовались более кардинальные меры. Спасатели из мест подтопления эвакуировали более 150 человек. Сегодня большая вода ушла из подтопленных сел. Население вернулось в свои дома. Если вода еще столько же дней продержит, то все, пол на выкид. Это однозначно. Паводок целую неделю бушевал и в Алтайском крае. Подняли мебель, собрали вещи, документы и экстренно покинули родные пенаты. Наводнение выгнало семью Ушпик из дома. В последний раз паводковые воды приходили в село Поливодка в 2016 году. Тогда вода ушла за несколько дней. В этом не уходило почти неделю. Ущерб она сотни тысяч рублей. А как вы думаете? Я даже не знаю как. Вот, блин, вам объяснить просто. Столько трудов. Вот действительно. Ну, что сделать-то? Конечно, жалко. Пострадал не только дом, но и урожай. Погибло все, кроме картофеля. Но и тот на последнем издыхании. На первый взгляд кажется, что подтоплено всего несколько приусадебных участков. Но это не так. По словам местных жителей, там ниже, ближе к реке, находятся больше 10 домовладений. И все приусадебные участки в этих домах тоже подтоплены. Как нам пояснили в сельской администрации, паводковый градус начал снижаться. К пятнице вода окончательно ушла с подтопленных домов и приусадебных участков, заверили власти. В Сросках, что в 10 километрах от села Полеводка, тоже были подтопления. По словам местных жителей, вода подступила к приусадебным участкам. Там пониже, да по улице уже в огород заходит. Надеяться будем, не зайдет она к нам. То ли в 13 или в 14 году был, когда поток сильно топил нас. Она прям в огород хорошо зашла. У меня хорошо дом на горе стоит, огород, низинки. А кто внизу, то был прям под окном шел поток. Страшно было. Мы в Катуне не видим, мы далеко. В двух этажках живу. Так что нам не грозит. А там, говорят, большая вода. Уже некоторые дома. Вот подъезд плохой. На сегодняшний день уровень воды в Катуне в районе Сросток снизился почти на 30 сантиметров. Бия тоже радует. За сутки ушла на 15 сантиметров. До критической отметки остается больше 100. Несмотря на положительную динамику, от паводка едва не пострадали дома и приусадебные участки в Бийском поселке Сорокино. Были подняты, соответственно, люди. Бийск Автодор подъехал туда, подсыпали. Соответственно, там, ну, не дамба, мы будем говорить, а насыпь такая, небольшая насыпь. Мы ее подремонтировали, сделали. И, в принципе, на сегодняшний день люди довольны. Подтопление центрального пляжа в Бийске избежать не удалось. Специалисты Управления гражданской обороны заверили, что все службы в боевой готовности, уровень воды на постоянном контроле. Подготовлены три пункта временных размещения. Есть места, где будут храниться вещи людей, которые будут эвакуироваться. Есть, соответственно, места, где можно животных вывезти. И, соответственно, чтобы они там были отдельно от людей. Там и крупный рогатый сход, ну и птица, все остальное. Что касается Барнаула, то вода в Аби продолжает пребывать. Уровень достиг 540 сантиметров при критической отметке в 560. Зато не уже частично подтоплены 9 земельных участков и один участок дороги. Из-за паводка в микрорайоне ввели режим повышенной готовности. Что здесь было? Пенек. Вот он виднелся, вчера виднелся. Было ровно прям вот по нему вот так. А сегодня вот вода пришла. Подтопленных жилых домов пока нет. Местные жители, тем не менее, готовятся к встрече с большой водой. Документы собраны, как говорится, о том, как его подготовишь. Мебель не поднимешь. Как в 14-м сказали. 40 сантиметров мы подняли. Он как хлынул у нас все. И диваны все перевернуло. И что на диванах было, все перевернуло. И все вот на крышах сидели. Жители Затона надеются, что в этом году им не придется спасаться на крышах. По крайней мере, городские и районные власти все для этого делают. В микрорайоне отсыпали дамбу, провели подворовые обходы, определили точки сбора людей на случай эвакуации. Уточнили запасы медикаментов, продовольствия, проверили системы оповещения. В ближайшие дни синоптики прогнозируют пик поводка. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. А тем временем в четверг в Алтайском крае отменили особый противопожарный режим, введенный еще в апреле. Правительство региона отменило режим, так как ситуация с природными пожарами стабилизировалась. Крупнейший пожар, который бушевал в Егоревском районе, тоже полностью локализовали на этой неделе. Огня больше нет, но последствия остались. О них расскажет Дмитрий Дроздов. Страшно, когда там туда дальше пошел черный, черный, черный такой дым прямо. Вот тут все небо было черное. Этот год жители Егоревского района запомнят надолго. 7 июня. Именно в этот день люди заметили возгорание лесного массива. Всему виной сухие грозы. Огонь распространялся стремительно, ухудшало обстановку жара. Плюс 40 градусов на солнце и сильнейшие порывы ветра, которые достигали до 20 метров в секунду. На второй день пожара в районе объявили режим чрезвычайной ситуации. На помощь огнеборцам из Красноярска вылетел самолет «Амфибия». За эти дни он сбросил на очаг возгорания больше 50 тонн воды. В ликвидации пожара участвовали 216 огнеборцев и 54 единицы техники. Им помогали сотрудники холдинга «Алтай-Леста» и «Боровлянского лесхоза». Максимально сложный был пожар. Люди работали отважно, самоотверженно. Самая большая проблема пожара заключается в чем? В порывах сильного ветра и высокой температуре окружающей среды. То есть жара там, я не знаю, градусов до 60 там точно доходила. То есть было очень жарко. Расстояние до ближайших населенных пунктов сокращалось и составило уже менее 10 километров. Мы переживали, мы уже думали, может там будут эвакуации. Уже думали, как будем уезжать отсюда. Как будто, знаете, вот туча была с севера, мы думали, что туча идет. Слава тебе Богу, под дождик этот самый пойдет. А когда разглядели, то поняли, что это не туча, а это пожар. Потому что здесь чисто, а тут темно. Страшно было, что, не дай Бог, и леса жалко, самое главное, что бур жалко. Сухо и быстро. У нас дождя не было апрель, май, июль. И лишь в субботу 10 июня пожар удалось полностью локализовать. От огня пострадали не только люди здания «Зеленый мир», но и животные. Кто-то пытался спастись от огня, но их находили сгоревшими. И в воде животные тоже находили укрытие, но, к сожалению, большинство из них утонули. Еще два плавают. И вот я вытащил еще одного. Но все, он не дошел, не доплыл. Чуть-чуть не доплыл. Жалко. На данный момент пожар в Егорицком районе полностью локализован. На ближайшие дни специалисты определяют точную площадь пожара и подсчитают причиненный ущерб. А накануне 15 июня правительство края отменило в регионе особый пожароопасный режим. Он держался с 27 апреля. Однако впереди все лето и аномальная жара еще не раз обязательно накроет наш регион. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. На этой неделе Виктор Томенко выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Алтайского края. К этому моменту известно порядка 10 имен его конкурентов. То, что все парламентские партии и ряд малых политических объединений давно заявили о своих планах, по мнению политолога Константина Лукина, вполне логично. Так они обозначают свою готовность к борьбе. По словам эксперта, у действующего губернатора большая известность по краю, что называется без наводящих вопросов. За пять лет Виктор Томенко освоился и знаком с жителем по конкретным изменениям в крае. Строительство дорог, общественных объектов, появление производств. Поэтому большой интриги в этой предвыборной кампании Константин Лукин не видит. Мы не зря называем предстоящую кампанию референдумом. В том плане, что именно конкурентов как таковых у него, наверное, нет. То есть конкурент – это тот, кто обладает равнозначным рейтингом, ресурсами, возможностями, видениями, путями, программами. В данном случае все-таки Томенко будет бороться сам с собой. Есть в политтехнологиях такое понятие, когда кандидат борется сам с собой. И это вот как раз, почему кампания референдума – это ответ на вопрос, да или нет. Если пройтись по нескольким персоналям, вот за Марию Просакова кто будет голосовать? За какие идеи могут голосовать? У Марии Просаковой есть ядерный электорат КПРФ, который всегда голосует за КПРФ. Да, и, собственно говоря, вот именно в нем-то она и останется. Все-таки и кампания 22-го года, и вот развитие в публичной политике, то, что происходило сейчас в 23-м году, показывает, что у коммунистов отсутствуют возможности расширения электората. Сейчас в современной политической истории, именно в этом году, да, и, наверное, ближайшие там еще пару лет, они не смогут аккумулировать весь протест на себя. Главный вопрос на этих выборах – кто второй, кто последний будет. Евгения Боровикова тоже старожилы власти. Что можете про нее сказать? Кто за ней пойдет? Самый лучший результат, который возможен для справедливой России, покажет именно Евгения Боровикова. При том, что, ну, с нашей бы точки зрения, не знаем, как они будут выстраивать кампанию, пока не видим месседжей, там, слоганов, заявлений, да, но вот ее, вот то, что даже, как она сама себя называет, вот «я простая русская баба», да, это будет понятный образ, за который, в принципе, как бы проголосует, и она, ну, свой, такую свою поддержку получит. И действительно, это будет один из лучших результатов. Ей-то, ей-то как раз слово «последний» точно не грозит. Елена Хрусталева прошла городской, краевой парламент, при этом сменила партию, и сейчас она представляет маленькую партию, малую. Какие у нее шансы? К сожалению, ее не знают жители Алтайского края. Дело в том, что даже в городскую думу, она пришла по партийным спискам, да, не ведя какой-то самостоятельной кампании, в ЗАГСобрание. Ну, вот только, наверное, экспертному сообществу запомнилось, и то своими скандальным выходом из фракции КПРФ, да, там, с поддержкой всех этих ковидных мер, да, и при этом в большой публичной политике она, ну, как бы новичок. То есть ей будет очень тяжело объяснить людям, почему за нее надо голосовать. Ну, а Боровикова может сказать, да, почему я? Вот я один из коров до ила. Я знаю жизнь изнутри, да, вот я оттуда, я знаю, как вы живете, я знаю, что там могу, да. Если там, там, тот же Кириллов, который уже идет, ну, как бы у него это там второй поход, да, кандидатом в губернатор, но он, по крайней мере, там, про экологические какие-то проблемы и именно зеленую повестку будет поднимать, да, ну, тоже какое-то позиционирование. Неожиданная кандидатура, но она давно напрашивалась, Владислав Вакаев, при этом его уже воспринимают как общественника, как возродителя парков. Насколько высоки его шансы, учитывая уже этот общественный бэкграунд? Ну, вот Владислав Вакаев, это еще одна кандидатура на получение второго места, да, при этом понятно, что его вот образ на данный момент, вот то, как его знают жители, да, человек-парк, ну, человек-парк, да, это вот это он возродил, да, ему есть чем гордиться, но ведь на самом деле, кроме парка, Владислав Вакаев еще, ну, вот в экспертной среде, по крайней мере, да, он еще известен как, ну, как некий философ, который вбрасывает идеи развития. В эту предвыборную кампанию ждать ли какие-то необычные ходы, акции? Скорее всего, нет. Все-таки все участники, я надеюсь, трезво и реально оценивают свои силы, да, по крайней мере, вот мы как политтехнологи не ожидаем здесь чего-то там, ну, какой-то там интриг больших, там, каких-то новых ходов. Еще чего-то, да, все-таки, все такие вещи возникают только в случае конкурентной кампании. В референдуме, как правило, проходит тихо, скучно, и вот, ну, вот каждый про свое. Да, маленько, какого-то там, не знаю, там, драйва, конечно, может вынести Сергей Маленкович, да, любыми своими высказываниями. Это скорее будет элементы шоу. Общая обстановка внутри страны и за ее пределами, она способствует тому, чтобы в эту предвыборную кампанию, не только в Алтайском крае, а вообще в России, шел тренд на сохранение, не на изменение? В первую очередь будет тренд на сохранение существующего, вот как сейчас. Надо оставить, как сейчас. Два важнейших соглашения только за один день работы подписал губернатор края Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме на этой неделе. И оба они касаются развития туризма в регионе на федеральном уровне. Инвесторы с Тюмени построят в Белокурихе новый гостинично-оздоровительный комплекс. Еще одно соглашение касается договоренностей с губернаторами Республики Алтай и Новосибирской области о создании маршрута Чуйский тракт. Подробнее в сюжете. Алтайский край становится все притягательнее для туристов со всей России. Его уже называют вторым Сочи, он быстро движется в этом направлении. Федеральная задача превратить регион в главный оздоровительный курорт страны. Для губернатора Виктора Томенко важно, чтобы развитие туризма способствовало качеству жизни населения. Только в прошлом году туризм принес в бюджет региона 2 миллиарда рублей. На эти средства можно, к примеру, построить две новых школы или пять мостов. Очередные инвестиции придут в регион после подписания соглашения с тюменской компанией Сибентел Холдинг. В Белокурихе они построят отель с превентивной медициной, минеральным бассейном, спа-процедурами. Съем инвестиций, по крайней мере, пока, так предварительно мы оцениваем, порядка двух миллиардов рублей. За Уралом Белокуриха это единственный город-курорт федерального значения. Сегодня количество отдыхающих у нас уже перевалило за 300 тысяч ежегодно, которые его посещают. Мы будем двигаться в реализации этих проектов. Очень рады, что наши партнеры, инвесторы проявили такой интерес. Настало время, когда мы свои компетенции, 33 года в бизнесе, сможем реализовать в таком намоленном месте, месте силы Алтайский край, где очень сильная команда, где очень серьезная продуманная инфраструктура для инвесторов и где есть уже возможности возведения объектов класса пять звезд. В новый отель наш регион не вкладывает деньги, но часть прибыли от него пойдет в бюджет края. Да и новыми рабочими местами люди будут обеспечены. Еще один важный проект, необходимый нашим жителям – Чуйский тракт. В его развитии будут участвовать сразу три региона. Алтайский край, Республика Алтай и Новосибирская область. Дорогу, которая входит в десятку самых красивых по версии National Geographic, необходимо расширять. Нам нужно расширение. У нас выходные, когда к нам приезжают гости из Алтайского края, из Новосибирской области, из других регионов, у нас трафик с четверга по пятьдесят. На территории нашего края 12 километров дороги уже расширено до четырех полос. К 35-му году планируется расширение на всей протяженности трассы в регионе. Но, по словам Виктора Томенко, хочется это сделать быстрее. Сегодня трафик достаточно серьезный, примерно 20 тысяч машин в сутки проходит. А там, где ближе к нашим большим городам, объектам экономики, до 50 тысяч в сутки машин. То есть нагрузка очень большая. И для экономики, и для социальной сферы сегодня людей, живущих в наших регионах, это будет очень важно. Ну, а для туристского маршрута тем более. Полностью обновленной дорогой жители региона смогут пользоваться долгие годы. Должны исчезнуть пробки и сократиться число аварий. Туризм, по мнению многих экспертов, настоящая неиссякаемая чаша региона. Новые инвестиционные проекты будут пополнять бюджеты и улучшать жизнь людей. Татьяна Голубева, День Столком. И к другим темам. Вузы Алтайского края определились с началом приемной кампании. Уже через три дня, 20 июня, документы можно приносить в технические, классические и педагогические университеты. В этом году в техническом университете выделено 1922 бюджетных места. Больше всего таких на факультете информационных технологий, строительно-технологическом факультете и ряде других. В классическом вузе число бюджетных мест близится к 3 тысячам. Кстати, на этой неделе наши коллеги из редакции «Толка» посчитали, сколько в среднем потратят родители выпускников в этом году. Больше 20 тысяч рублей. И эта сумма уйдет только на создание образа выпускника. На праздничный банкет, если учитывать одного человека, траты составят 3,5 тысячи рублей. Если же компанию выпускнику составят родители, сумма умножается на 3. Также придется потратиться на подарок школе и классному руководителю. На это обычно собирают по 1 тысячу рублей с каждого ученика. Всего за выпускной, без учета образа школьника, родителям придется отдать больше 13 тысяч рублей. Сюда входят расценки фотографа, видеографа, диджея и аренда площадок для торжества. Ну а образы, разумеется, дороже обойдутся родителям девушек. Платья, прическа, макияж, маникюр и туфли сегодня могут достичь суммы почти в 30 тысяч рублей. На чем сэкономить, готовясь к торжеству, каждый, конечно, решает сам. Но хотя бы платье или костюм можно взять на прокат, а не покупать новые всего на один вечер. К другой теме. В Белокурихе обсудили, как коронавирус повлиял на работу ресторанного бизнеса в Алтайском крае. Такие выводы смело можно делать сегодня, когда с момента пандемии прошло больше трех лет. Общепит здорово, лихорадило во время ковидных ограничений. Но, как это ни странно, рестораторы находят и плюсы, которые оставил после себя ковид. Все это обсудили на встрече клуба «Время трендов». Это проект Сибирской медиагруппы. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Это время помнит каждый, и в том числе сфера ресторанного бизнеса. Тяжелый этап в жизни общепита. Система аквар-кодов, ограниченное количество гостей в зале, падение выручки почти до 90%. Тогда ресторанные управляющие испытывали настоящий страх. Было настолько плохо и тяжело. Хотелось работать, не с кем работать. Было страшно, мы выходили на улицы, и просто пустые улицы. Несмотря на тяжелое время, рестораны все-таки вернулись к жизни. Под все ограничения старались максимально подстраиваться. Масочный режим, антисептики и не только. Но даже проблемы вносят позитивные изменения. Огромнейший плюс управляющие ресторанами нашли в летних террасах. Они начали появляться, когда в залах нельзя было находиться гостям. На сегодняшний день летняя кухня важна для ресторанов. Колоссальное снижение выручек только за счет того, что у тебя при хорошем ресторане нет 9 террас. Также за округлым столом обсудили еще пару тем. Гости становятся более требовательны к еде. И поварам сложнее их удивить. Поэтому многие рестораны в Белокурихе начинают выращивать свою продукцию. Этим и подкупая гостей. Когда ты заказываешь какой-то либо продукт, ты неизвестное время, сколько он до вас едет. И где он у вас там едет. То есть мы, как сказать, удивляем или хотим-хотим удивить. В данный момент мы разрабатываем новое меню, где будет меню чисто, ну чисто, если скажу совру, конечно, но на процентов 80 нашего продукта. Большое внимание уделено и сервису, чтобы в ресторане гость не только поел, но и обратил внимание на украшение зала, музыкальное сопровождение и общую атмосферу. Но при этом рестораны сохраняют основную свою деятельность. Все главное, что вообще человек должен в астрономическом заведении попробовать на тарелке. То есть вот эти все там букетики, салфеточки, вот это вот все, там текстиль, это уже, ну так считается, как бы такая история. Конечно, здесь эта тенденция, я уверена, что она придет. Подводя итоги, рестораторы отметили, что ковидный год принес много проблем, но и чему-то все-таки и научил. Сегодня эта сфера возвращается в привычный всем облик. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Восьмилетняя Дарья Шаталова из Барнаула стала победительницей всероссийского конкурса «Маленькие таланты России». Он проходил в Москве. Конкуренцию нашей девочки составили представительницы из Татарстана, Магнитогорска, Нижневартовска и Москвы. О том, что помогло победить, Дарья рассказала нашей съемочной группе. На этих кадрах Дарья исполняет вариации куклы из балета «Капеллия». Девочка покорила членов жюри, так как она стояла на пуантах, что для ее возраста очень сложно. Участницы из разных городов России представляли интересные творческие номера и соревновались только в своих возрастных категориях. Дочка занимается балетом вообще с четырех лет. Случайно попали в эту стихию, скажем так, потому что тоже выиграла она конкурс, и ей дали абонемент на занятия именно в балетной студии. Вот, с четырех лет мы туда пошли, ей понравилось. В семь лет она уже через три года, она встала на пуанты, ей захотелось чего-то большего, развития, потому что она очень трудолюбивая. Юную балерину мотивирует победа. Ее не пугают трудности, они ее даже вдохновляют. Дарья хочет развиваться в балетном искусстве. Ее цель – стать прима-балериной. У меня не получалось в танце закидывать ногу, и меня потянул балетмейстер. И когда меня сильно потянешь, тогда у меня сразу все соберется, и я могу сразу как в полную силу кинуть. Вот это короны Дарьи. Вот эти две короны – это основные. К слову, Дарья взяла не только гран-при на конкурсе в Москве, но и стала на нем же первой вице-мисс в своей возрастной категории. Говорит, этой победе она обязана занятием в модельном агентстве «Стиль» Татьяны Баевой. После лидерства на всероссийском конкурсе у Дарьи есть право представлять Россию на мировом уровне – Бразилии. Кристина Матвеева, Владислав Ковалев. День с толком. Помните историю о том, что в Барнауле появятся собственные трамваи? Так вот, кузов будущего барнаульского трамвая уже начали собирать. Об этом на неделе сообщили в мэрии. Там же пояснили – конструкторы изменили дизайн, он стал более лаконичным. В вагоне предусмотрены три зоны для размещения пассажиров, в том числе для маломобильных граждан. Отмечается, что вопросы с поставщиками комплектующих уже решены. Работу над первым вагоном планируют завершить в первом квартале 2024 года. При выходе на полную загрузку новое предприятие сможет производить 10-12 трамваев в год. На этой неделе наш корреспондент Данил Кузнецов посетил столовую для голубей. Общепит для пернатых появился в Мизюлинской роще в Барнауле. Кому в голову пришла идея такой столовой и что об этом думают жители города, расскажет сам Данил. Ну, написано же столовую вот здесь. Столовая. Вы прочитайте, вы что ли не учились или уже забыли? Именно из-за таких детей и их родителей активист Геннадий Долгополов организовал специальную столовую для голубей в Мизюлинской роще. Он высадил декоративную осоку рядом с детской площадкой еще весной. Однако незащищенным растениям мешали пернатые. А люди добрые приходят и с детьми кормят голубей. Везде. Прямо здесь, прямо на перекрестке. Ну, где остановились, там ребеночку приятное надо сделать. Он крошечки покрошил. И голуби стоптали все мои посадки. Для защиты растений сначала появился заборчик и пластмассовые ящики. Когда не помогло ее это, пришлось организовать точку общепита за цветником. Меню без претензий. Зерно, крупа, хлеб и вода. Но голуби не жалуются. Они рады и таким подаркам судьбы. Голуби уже тут так зажрались, что можно к ним подойти вплотную и покормить. А как дети еще любят делать? Сначала покормить, а потом распугать! Однако, как не распугивай, они сразу же вернутся обратно. Место настолько пригрето, что городские птицы облепили уже все деревья в ожидании корма. Так что ходить здесь лучше с зонтиком. Полюбилось место и родителям детей. Нам нравится, мы довольны. Детям очень интересно смотреть. Мы вот ходим с внучкой гулять, показываем ей птичек, кормим их. Я считаю, что это замечательная идея. Это сближает детей с природой. Не стоит забывать, что голубь – это переносчик болезней, который в первую очередь опасен неокрепшему детскому иммунитету. Поэтому с рук лучше этих птиц не кормить. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Ученые предупредили, что Алтайский край может ждать нашествия комаров. Сегодня в регионе создается благоприятная среда для активного размножения кровососущих, говорят биологи. У нас уже начали разливаться заливные луга. И, соответственно, жизненный цикл комара связан очень тесно с водой. И глубина, длительность наличия самих этих водоемов будет определяться на то, насколько много у нас этих комаров будет. Пока мои прогнозы, что комары будут. Еще один фактор – температура. В тепле их рождаемость возрастает. Кстати, истинным любителем крови являются исключительно самки. Чтобы уменьшить их количество у себя на даче или в частном доме, эксперт советует обработать стены и забор, скосить траву и отказаться от емкости с водой. Свой храм души следует обрабатывать с осторожностью. Конечно, вас любят люди народную медицину. Но вот научно доказанных фактов того, что вы себя больете каким-то эфирным маслом, их нет. Можно, конечно, думать, что запах будет отбивать, желание вас есть, но это не так. Поэтому берите химически проверенные вещества. И помните, что когда вы обрабатываете себя от комаров, любым репеллентом он не должен попадать на вашу кожу. Все-таки мы обрабатываем одежду. Прикоснуться к истории, которой 5000 лет. В ближайшем будущем это смогут сделать не только археологи, но и каждый путешественник. Речь идет о необычном памятнике Чебурак-1, комплексе Кургана в Чемайрском районе. Раньше об этом памятнике знали, пожалуй, только сами археологи. Ученые из Барнаула решили изменить ситуацию и создать там музей под открытым небом. Подробнее расскажет моя коллега Валентина Аскерова. Всего 30 километров от Чемала, и ты попадаешь в совершенно уникальное место. Мало того, что здесь шумит красавица Катунь, и возвышаются величественные горы, так еще и находится музей под открытым небом, где собраны культуры всего Алтая. От Энеолита до Средневековья. За 9 лет Чемальской экспедиции археологов Алтайского госуниверситета на памятнике Чебурак-1 раскопано около 50 поминальных сооружений и курганов. Одному из-за захоронений без малого 5000 лет. Вот самый древний курган на этом поле. В принципе, это самые ранние курганы на Алтае. Они сооружались населением так называемой афанасьевской культуры. Это эпоха Энеолита, то есть медно-каменный век. И вот это самый первый курган. Они, смотрите, отличаются достаточно серьезно от других объектов. У них в центре нет камней. Отсутствие камней в центре кургана ученые связывают с правильным переходом человека в загробный мир. Была захоронена женщина в характерной позе с согнутыми ногами. У нее в головах лежал сосуд остродонный, покрытый орнаментом. И она была посыпана охрой. Это красный минерал. То есть абсолютно стандартный такой классический курган афанасьевской культуры. А это уже целый некрополь с 12 курганов. Погребены кочевники. Травмы на костях свидетельствуют о том, что несколько мужчин потерпели поражение в бою, рассказывают археологи. Ну вот здесь вот как раз во всех курганах была лошадь. Причем особый такой погребальный обряд. То есть человек вытянут на спине лежал, был ориентирован на северо-запад. А в ногах у него вытянута находилась лошадь. Лошадь это скорее всего средство, ну скажем так, для переезда в загробный мир. То есть человек на лошади передвигался при жизни и соответственно должен дальше тоже не пешком идти. Рассказывать такие интересные факты нужно всем желающим, а не только журналистам, уверены ученые. Вот только делать это нужно не археологам, а гидам. Но чтобы археологический комплекс был туристически привлекательным, нужны вложения. В Алтайсе госуниверситет включен в программу «Приоритет 2030». И там у нас отдельный проект, который как раз посвящен развитию, точнее формированию и развитию археологического туризма на Алтае. И здесь очень хорошее для этого место, потому что в принципе вот посетив вот эту небольшую территорию, площадь этого памятника, мы можем рассказать любому интересующемуся об истории Алтая от меднокаменного века, это 5000 лет назад, до эпохи средневековья, до тюркского времени. Что для этого нужно, чтобы наконец состоялся вот такой парк под открытым небом? Это очень долгая история, потому что здесь нужно, во-первых, создавать инфраструктуру, готовить людей, которые это будут все рассказывать, в общем, готовить объекты. Мы продолжаем раскопки в том числе поэтому. Долгий процесс, но я думаю, что в принципе уже с этого года мы начнем постепенно первые шаги делать. В километре от будущего места притяжения туристов продолжаются раскопки. Участники экспедиции продолжают воссоздавать историю народов Алтая. Среди студентов есть опытные археологи. Я еще копал на Денисовой пещере, находился прямо в пещере в момент нахождения фигурки пещерного льва. Вот здесь из интересных там фишечка была на гальке, галька с рисунком. Что было нарисовано? Треугольнички. Древних захоронений в Чемальском районе множество, рассказывают археологи. Порой гуляя по живописным просторам, фотографируясь на каком-нибудь красивом камне, мы даже не замечаем, сколько тысяч лет у нас под ногами. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Такой мы запомним эту неделю. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Напоминаю, что вы можете рассказать нам об интересных темах и обо всем, что вас волнует по телефону нашей редакции. 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует.